Доброго времени суток YouTube, уважаемая психологическая комьюнити, уважаемые наши контрагенты. Это видео конечно для наших юридических лиц, наших контрагентов, для тех предприятий и организаций, кто с нами уже сотрудничает, их более 50 таких предприятий и организаций, кто возможно будет сотрудничать с нами в дальнейшем. Мы сейчас с вами находимся на главной странице нашего сайта LPFO PRO и соответственно у нас тут появилось маленькое обновление, кнопочка новая, в частности, обратите внимание, получить, ввести, внедрить, создать и появилась собственно кнопочка ввести, так называемый входной контроль при трудоустройстве на работу. Надо сказать, что 532 приказ, совместный приказ между Минатомом Российской Федерации и Минздравом Российской Федерации от 2001 года определяет всего 4 вида психологических обследований. Первый вид это так называемый мониторинг персонала, лиц опасных профессий, связанных с потенциально опасными видами работ. Этим сейчас занимается, то есть если в 2001 году это было 2 организации, 2 направления деятельности экономики и политики Российской Федерации, это медицина и Минатом Российской Федерации. Ненамного позднее к этой деятельности подключилась РЖД, то есть Министерство транспорта и в 2000-х годах, понятно, после Чернобыля все это стало развиваться, где-то в 2000-х годах подключилась к этому такая организация, как Ростехнадзор. Соответственно, обратите внимание, у нас долгое время мы работаем в этой области, с 2001 года, вообще с 2019, но это было менее организовано, с 2001 года мы работаем. Здесь даже отмечено, что нам уже 19 лет официально была создана такая лаборатория. И занялись мы на Уральском электрохимическом комбинате УХК, так называемым входным контролем при трудоустройстве на работу и главным образом мониторингом персонала раз в год. У нас перед моими глазами, как заведующего на тот момент такой лабораторией, проходило порядка 1000 человек ежегодно. Небольшая лаборатория, несколько человек и по десятку человек в день к нам приходило, когда-то больше, когда-то меньше, но в среднем в год мы обследовали, будем так говорить, от 800 до 1200 работников. В среднем 1000. Предприятие УХК большое, там 20 лишним тысяч человек работало на тот момент, и вот мы осуществляли этот контроль. Мониторинг персонала, чем, собственно, и продолжаем заниматься в рамках уже сейчас контролирующей деятельности Ростехнадзора, который, благодаря своему административному регламенту 623-му, включился в эту деятельность со всей возможной активностью. То есть, вклинился вот в эту работу, ведущуюся изначально между Минздравом и Минатом Российской Федерации, совместный приказ. С одной стороны, подписана и поставлена печать Уйбы, с другой стороны, титульного листа поставлена была печать Адамова на тот момент, министров здравоохранения и министра атомной промышленности. Вот в середине, с 2015 года буквально Ростехнадзор тоже начал этим заниматься. Заниматься именно, молодцы ребята, то есть, ничего сказать не могу, то есть, заниматься именно контролем лиц опасных профессий. Ростехнадзор взял на себя такую функцию. Это супер, это нужно и важно делать со всей возможной ответственностью, настойчивостью и так далее. Происходят у нас неблагоприятные ситуации. ЧП, ЧАЭС, разливается нефть, взрываются предприятия, останавливаются блоки, щитовые блоки управления атомных станций, как минимум 4 раз в год, в среднем по 10 атомным станциям России самолеты падают, нефть разливается и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Так вот, мониторинг мы сейчас успешно развиваем, продолжаем, благодаря, опять же, Минздраву, Минатому и Ростехнадзору. Ну и, собственно, 4 психологических обследования. Первый, можно сказать, это мониторинг. Второй вид осмотров, это так называемый входной контроль, о котором, собственно, это видео и записывается. То есть, появилась вот такая кнопочка, где, согласно административному регламенту, 532 приказу, необходимо при трудоустройстве лицам опасной профессии проходить входной контроль. Кто из них более ответственен, надежен, трудолюбив, ну и так далее, и так далее, и так далее. Более сотни характеристик. То есть, приходит на предприятие, предположим, на должность главного инженера или начальника цеха отдела какой-то человек, ответственный руководитель, или же рабочий персонал приходит на ответственные участки работ, предположим, там, на там, на блочный щит управления атомной станции инженер приходит, вот он приходит на смену, разве у него не ответственная работа, а он считается рабочим персоналом, там, с каким-то средним образованием. И, соответственно, вот 532 приказ и определяет, что эти люди, эти лица, этот персонал должны обязательно при трудоустройстве проходить физиологические обследования. Мы этим тоже изначально всегда занимались. Ну и, собственно, вот буквально несколько видео назад я записал, записал видео о системе АСЛПФО, значит, и решили предложить такую услугу, ввести входной контроль при трудоустройстве людей. Несколько человек приходит, там, да, вот, хотим, значит, заявляют, что мы хотим, там, я хочу быть главным инженером, я хочу быть начальником цеха, и перед руководителем предприятия встает вопрос, а кто же из них более достоин, кто более надежен, ответственен, трудолюбив, ну, вы сами знаете, что существует 92 свойства личности человека, значит, там, ответственность, инициативность и так далее, и так далее, и так далее. Плюс ко всему интеллектуальная функция, кто более умен, да, то есть, вот, на начальника цеха приходит 2-3 человека на замещение этой должности, а кто же более интеллектуален, умен, и каковы их, значит, личностные особенности этих людей. Функциональное их состояние, качество здоровья, качество жизни, социальное их благополучие, да, если говорить о качестве жизни, на все это можно дать объективный ответ. Понятно, что директор предприятия, генеральный директор, опытный человек, неопытных не ставят, на такие должности, как жизнь демонстрирует и показывает нам со всей ответственностью, и он все, сам прекрасно понимает о людях, но, тем не менее, в доме нужно держать и мясные закуски, объективизировать данные по каждому конкретному работнику в цифрах, графиках, диаграммах, и вот эти люди приходят трудоустраиваться. Соответственно, директор имеет возможность не просто на своем жизненном опыте и интуиции их сравнить, сопоставить как-то и сделать выводы, кого я возьму на должность начальника цеха, кого я не возьму на должность начальника цеха, но, тем не менее, он может получить объективнейшую информацию на нескольких десятков листов, которые будут обобщены нами же, то есть сделаны какие-то глобальные обобщенные выводы, не просто сырые факты, а именно обобщение, то есть дайте мне точку опоры, я переверну мир, то есть сравнение, обобщение, абстрагирование и формирование вывода о том, что годен, не годен этот человек к этой деятельности, и кто из двух, трех, четырех человек более годен на какую-то конкретную должность, там, главного инженера, начальника цеха или рабочего на БЩУ, на блочный сит управления, крайне важный аспект, субъективный опыт, он хороший, интуиция, она хороша, но необходимы и объективные графики, круговые диаграммы, оценка особенностей личности, характера, темперамента, функционального состояния, уровня работоспособности и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. При нажатии вот на эту кнопочку, соответственно, начнется загрузка готового договора, рыбы договора на оказание данного рода услуги, нами, любому предприятию, организации, руководителю прежде всего. Ну и чтобы закончить, первое, мониторинг, второе, входной контроль, третье, предсменный контроль при выходе работника на рабочую смену, да, не алкоголь, не наркотики, а именно психофизиологический контроль, ну и, соответственно, тут четвертая кнопочка, предлагается создать еще лабораторию у себя на предприятии. Стоимость эта, по нашим оценкам, составляет порядка на данный момент, если я раньше говорил о 10-15 миллионах, такую лабораторию создать минимальную стоимость, с учетом приема сотрудников, налогов, помещения и ремонта этих помещений, закупки дорогостоящего оборудования, программных средств, повышение квалификации, наймы специалистов, психологов, психзиологов, то сейчас, по моим оценкам, это составляет порядка 15-20, а может быть и 25 миллионов, чтобы создать такую лабораторию, как у нас. Это объективно 20 с лишним лет я в этой области нахожусь и знаю, о чем говорю. Но сейчас главное о том, что ввести входной контроль, крайне важная процедура для принятия решений по кадрам. А как известно, 1935 год, значит, Сталин говорил о том, что произнес на съезде такую фразу, кадры решают все. Как человек работает, так такой результат предприятия и получит, в том числе и руководитель этого предприятия. Вот такое вот очень важное обновление на нашем сайте. На этом все. Благодарю вас за внимание и удачи вам!